Не поднимай трубку, или почему не стоит отвечать на звонок с незнакомого номера. В современном цифровом мире, где телефоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, выросло количество звонков с незнакомых номеров. Однако чаще всего поднимать трубку в ответ на такие звонки может оказаться далеко не безопасным решением, об этом пишет РБК Украина, проект Esteller, со ссылкой на сайт социального сервиса Квора, мошенничество. Чем чаще вы будете брать трубку с незнакомого номера, тем выше риск попасть на удочку мошенников, использующих различные психологические приемы с одной единственной целью – получить от вас деньги. К сожалению, современная IP-телефония устроена так, что телефон может находиться в любой точке земного шара, а отображаемый номер при входящем звонке можно поставить любой, поэтому если вам звонят из банка или из правоохранительных органов, а вы все-таки взяли трубку, то поблагодарите собеседника за информацию и самостоятельно позвоните в то учреждение, откуда якобы идет звонок – роботы. Большинство звонков, которые приходят нам из разных номеров, идет от роботов. В интернете есть десятки сервисов, за пару копеек генерирующих любой голос, чем активно пользуются спамеры. Вы берете трубку, а приятный голос вам предлагает какую-нибудь услугу или товар. Большинство честных бизнесменов никогда не будут рекламировать свое дело с помощью нежелательного звонка, здесь есть риск нарваться на компанию однодневки или стать жертвой пункта выше – звонок-сброс. Очень часто во время звонка мы не успеваем произнести банальное «Алло», как звонок сбрасывается. Здесь все просто – нечестные люди, занимающиеся сбором базы телефонных номеров для спама или мошенничества, таким образом проверяют, работает номер или нет. А если звонок сразу не сбрасывается, а происходит это через несколько секунд, то это может означать, что сборщики проверяют, принадлежит ли номер человеку, а не умному роутеру, видеокамере или шлагбауму. Напомним, что украинцев предупредили о новой и хитрой мошеннической схеме. Кроме этого, мы также писали о топ-6 мошеннических схемах и как от них уберечься.